Дальше удаляем штамму переключения, для этого мы откручиваем вот такой вот болтик, отпускаем точнее, мы откручиваем, просто отпускаем, тогда холост, который просто его зажимает на самой оси, поэтому вам не надо откручивать этот болт, достаточно просто отпустить, вы это почувствуете, он сразу пойдет с места и таким образом отпустится. Вот мы его, собственно говоря, и выгнали. Дальше делаем то же самое. Полагаю, что вот эта вот фигня просто снимается. Выщукнули мы это дело. Собственно говоря, сама ось, которая уже имеет изрядный износ, его, конечно, поменять не мешало бы. Вынимаем. Это может быть больше для себя. Вот, собственно, наше яблоко раздора. Вот такой вот износ пальца хомута переключения механизма коробки. Здесь должен быть, по идее, шплинт, но ввиду его отсутствия, так как оно все съело, просто съело. Мы откручиваем верхний механизм переключения передач. Вот где нам надо поменять штангу. Она держится на 4 болтах под ключик на 11. То есть мы снимаем, собственно говоря, крышку. А сейчас мы снимаем просто этот механизм. Прилагать сильно силу не стоит. Просто методом раскачивания аккуратно вытаскиваем это дело. Вот, собственно говоря, сам механизм. Прокладка при этом уцелела, что очень хорошо. А вот, собственно, и проблема. Очень разбиты эти отверстия, которые держишь шплинт в переключении. Вот. Поэтому нам надо это все дело выпрессовать. И легонько постучи. На будущее. Вот отверстия, которые нужно вставить в какой-то сверлышко или какую-то оську диаметром приблизительно 5 миллиметров для того, чтобы зафиксировать первую передачу при регулировке кулисы. Вот. Там дальше я покажу, где еще одно отверстие, куда надо вставлять сверлышко. Вот. Это делается для того, чтобы правильно выставить кулисы. То есть, вот отверстие должно попасть сюда сверлышко через внешнее отверстие для того, чтобы отрегулировать кулису. Вот, собственно говоря, шплинт сам выбил и он упал вот эту вот ямку. Вот. Специально так, потому что там места очень мало. И вытаскиваем, собственно говоря, сам ось привода. Вот. Обратите внимание, как она стоит. Срезом должно быть к механизму. Это делается для того, чтобы здесь правильно сделать шплинтовку, чтобы она вас по дороге не вылетела. Поэтому надо вот это срезом к механизму. Вот, собственно говоря, новая. Вот, опять же, у нас срез. И мы ее вставляем вот сюда. Так как у нас сальник целый, мы его не меняем. Вот. Просто вставляем все на место. Опять же, срезом к механизму. Вот. Вставляем сюда, собственно говоря, вот. И сам шплинт, который мы сейчас сюда аккуратненько вобьем. Вот. Вставляем эшплинта обратно. Вот. Обратно, где он должен, по идее, стоять. Вот. И с помощью ударного инструмента забываем. Он имеет определенный натяг, поэтому идет он очень не хотя. Собственно говоря, вот. И мы его посадили на место. Вот. Дальше это все вымываем и устанавливаем на машину. Вот у нас это отверстие, которое я говорил, заглушка для регулировки, для фиксации первой передачи, для того, чтобы правильно выставить пулис. Вот. Вот. В таком виде мы устанавливаем это дело на место. Предварительно поставишь прокладку на место. Вот. 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 Мы устанавливаем сам механизм. Ставили. Вот она стала не хотя. Но это нормально. Вот. Попробовали. Вроде как переключение все работает. Вот. Теперь мы это дело все закручиваем. Прокладку, естественно, желательно намазать силиконовым герметиком. Вот. Чтобы потом второй раз не снимать, чтобы поменять. Учитывая то, что вот эта тяга у нас хорошая, по идее не сношена, ну, по крайней мере не куплена новая, поэтому мы ее переставляем на новый механизм. Для этого вот просто открываем защелки и с помощью отвертки стягиваем с яблок. Вот так он должен продвигаться. И устанавливаем механизм на свое заводское место. Здесь, как вы видите, это было. Что я смазал его палец? Палец и защелкиваем его там, где он до этого стоял. Обратите внимание, палец должен вставляться под таким углом, то есть шляпкой кверху, а шпонка с этой стороны, так как ввиду, если вы неправильно поставили сам механизм, у вас получится вот так. В случае, если шпонка просто где-то потеряется, выпадет палец, и вы останетесь в глубоком лесу зимой при минус 20 градусах, что, конечно, бы не хотелось. Вот, мы, в принципе, все поставили, кроме кулисы, которую мы сейчас должны правильно выставить. Я для этого показывал, где есть отверстие, мы туда еще вставим сверлышко, чтобы зафиксировать его на первой передаче. Снимаем эту заглушку, вот она, не потеряйте, и вставляем туда сверлышко. Диаметр, напоминаю, где-то около пятерки. Все, мы вставили отверстие. Обратите внимание, что при этом ни рычаг не двигается, он плотно там зафиксирован. Вот, то есть, там обязательно надо попасть в то отверстие, которое я вам показывал. Вот. Таким образом, рычаг зафиксирован. Это есть край первой передачи. То есть, еще не первая передача, еще не вторая, но уже в положении, которое готово к включению первой передачи. Значит, вставляем на место шток переключения передач, штангу переключения передач. Вот. И начинаем, собственно говоря, регулировку. Вот мы его вроде вставили. Вот. Аф! В целом, просто подогнем. Вот снимаем сам механизм. Обратите внимание на вот это вот отверстие. Здесь тоже 5. Его надо совместить и вставить туда штырек. Так, вот берем сверлышко или метчик и туда вставляем, совмещаем эти отверстия. То есть, должно получиться приблизительно вот такая вот ситуация. Оно должно четко здесь быть зафиксировано. Тогда в этом случае только гарантируется правильное расположение передачи. Вот. Все. Идем зажимать саму кулису. Надо посветить. Вот. Вот, собственно, нам осталось только затянуть болт хомута, который эту кулису и держит. Закрутили на это дело все. Собрали. Осталось нам вытащить только регулировочные шплинты. Вот. С отверстий с этой стороны и возле коробки здесь заглушечку ставим обратно. Вот. То же самое мы бы произведем и с самым рычагом. Вот. Вытаскиваем сам шплинт отсюда. Вот. Видно, коробка стала так, как она должна быть. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и задняя. Все она включается. Люфт минимальный. Он ограничен только яблоком здесь. Вот. Но этот люфт, в принципе, допустим. Так. Включение четкое. Надеваем все обратно. Особой необходимости рассказывать, как собрать все обратно, я думаю, вам не нужно. Вы сами понимаете, куда что ставить. Собираем также пятку под аккумулятор. Собираем и ставим все на место. Ну, собственно говоря, мы сегодня делали такую полезную процедуру, как замена кулисы, передач, ладно, с полтора очку. Вот. Я думаю, это видео будет полезно многим, кто хочет это сделать сам. Имеет такое желание. Ну, и возможность, естественно. Вот. У нас еще впереди очень много интересного. Оставайтесь на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал. Всегда мы будем вас рады.